дорогие братья и сестры очень рад сегодня быть на нашем этом общении рад видеть семьи которые здесь присутствуют и знаете вот так интересно было наблюдать и за теми которые выходили сюда участвовали вот программе которая была так интересно было наблюдать как вы сюда заходили поддерживая друг друга я подумал может быть эта тема не актуальная раненый брак наверное мало кто думает в этой теме когда вступает брак ведь брак как мы знаем создан богом для того чтобы человеку было весьма хорошо и мы этого весьма хорошего и ждем в браке и в принципе наверное когда дает священник наставление и спрашивает задает вопросы мало кто из нас думает тогда о том что как раз вот браке это особое поле где ты можешь получить самые большие свои раны самые большие свои обиды где со времени могут произойти такие события которые дадут трещину взаимоотношениях где-то потом может быть какая-то пропасть даже между людьми и это мы принципе действительно вот как сегодня утром николай анатольевич говорил да и у каждого из нас есть примеры наверное тех друзей у которые не смогли отстоять свой брак и брак разрушился на моей памяти есть и христианские враги которые хватало всего лишь на две недели за эти две недели люди успевали нажить детей и расстаться и больше никогда не встречаться и не пересекаться в жизни когда сегодня читаешь новости я правда не уточнял верующие это или не верующие там люди может уже книгу рекордов гиннеса заносят самый короткий брак там после того как дали обещание через две-три минуты вдруг расходятся люди по какой-то причине известно им одним но я думаю что тема действительно это особая для нас с вами потому что часто может быть люди и не расстаются но живут вместе причиняя дальше боль друг другу и абсолютно не испытывают радости от того что они живут вместе когда ты не торопишься домой потому что ты понимаешь что там тебя особо и не ждут и особо и не порадуется тому что ты вернешься туда я знаю те ситуации когда меня приглашали для того чтобы беседовать для устройства брака и когда не получалось никакого устроения потому что никто не хотел друг друга слушать или выходить из того кризиса в котором они находились но мы с вами являемся людьми которых бог благоставляет продолжением жизни если мы сегодня на этом месте если мы размышляем думаем и вы уже что-то там понаписывали на своих записках и действительно что-то может поменяться ведь господь дает нам возможность изменений потому что продолжает дни наши с вами жизни и тема которая здесь она действительно очень актуальная тема актуальная для тех которые уже имеют ранение я не буду говорить а ну-ка поднимите руку кто имеет ранение в браке потому что действительно это такая особая сфера жизни о которой может быть вы хотели бы чтобы никто не знал но тем не менее вы с этими ранениями живете и если рана не исцеляется вы знаете что происходит с раной которая не исцеляется она начинает гнить она начинает разлагаться она начинает полностью разрушать жизнь возможно где-то у кого-то из вас уже напряжение возникает во взаимоотношениях и вот-вот может быть нанесена эта рана а может быть вот кто в начале пути как андрея с лены они даже еще не могут понять о чем каких ранах все так розовом цвете и все так хорошо иран не может быть но действительно знаете подготовиться к тому что может быть стоит и священное писание которое мы с вами имеем она готовит нас к любым вопросам нашей жизни и я хотел бы чтобы мы сегодня на истории одной семейной пары могли поразмышлять об этой теме для того чтобы чему-то научиться для того чтобы может быть у кого сегодня действительно раненый брак может быть для себя могли увидеть какой-то выход из той ситуации которая есть действительно жизнь быстро проходит если мы постоянно в своем браке живем в бой в войне друг с другом а зачем такая жизнь радует ли она вас радует ли она ваших близких радует ли она бога ко мне иногда приходят дети со слезами которые выросли говорят о том чтобы поговорите с нашими родителями они плачут от того что видят какая жизнь их них родителей когда они горечь причиняют друг другу может эта беседа кому-то позволит иметь такое предохранение от того чтобы наносить друг другу раны или может эти обходить те вещи которые точно могут принести ранение и способствовать этому ранению и эта история она записана первых в книгах царств это история известных для вас людей давида и мелхолы кто из вас знает давида поднимите руку все знаете хорошо а мелхолу тоже знаете ну а для кого-то из вас это и библейские имена и библейские герои не известны известны ихняя история очень прекрасно начинается в первой книге царств 18 главе мы читаем некоторые тексты священного писания это был момент когда давиду пришло время уже жениться думал он об этом или не думал тот кому он служил это царь саул имел дочерей своих вначале он предложил ему чтобы старшая дочь стала его супругой но он тактично отклонил предложение царя ну а затем мы читаем в двадцатом стихе написано но давида полюбила другая дочь саула мелхола и когда возвестили об этом саулу то это было приятно ему дал он потом этому юноше задание которого тут в два раза перевод выполнил это задание и в двадцать восьмом стихе мы читаем и увидел саул и узнал что господь с давидом и что мелхола дочь саула любила давида далее они вступают брак и далее идет жизнь идет жизнь которая приводит к самым различным сложностям вплоть к тому что когда мы во второй книге царств читаем какой-то степени финал их них взаимоотношений это 6 глава когда у давида было особое служение возвышенное он славил бога когда ковчег переносили он возвращается домой и мы читаем когда давид возвратился чтобы благословить дом свой то мелхола дочь саула вышла к нему навстречу и сказала как отличился сегодня царь израиль обнажившись сегодня пред глазами рабын рабов своих как обнажается какой-нибудь пустой человек и сказал давид мелхоле перед господом который предпочел меня отцу твоему и всему думаю утвердив меня вождем народа господня израиля пред господом играть и писать буду я еще более уничижусь и сделаешь еще ничтожнее в глазах моих и предслужанками которых ты говоришь я буду славен и у мелхолы дочери сауловой не было детей до дня смерти и и знаете можно сказать что вот брак давида и мелхолы это брак от любви до неразрешимого конфликта брак который по праву мог бы быть счастливым могут быть примером для многих сочетались сочетались муж по сердцу божьему такую характеристика дает священное писание давиду и дочь царя сочетались не из скорости не под давлением никто не заставлял их вступать в этот брак но сочетались по любви пришел к своему такому печальному финалу у мелхолы далее жизнь не в жизнь жизнь одиночество после вот этой последней беседы которую мы прочитали из 6 главы книги царства 2 мы больше не находим они никакой информации а если говорить о давиде то складывается впечатление что человек запутался в своих взаимоотношениях с женщинами и так и не нашел той единственной о которой можно было бы сложить песню или знаю кто-нибудь из вас братья кто из вас писал своей жене стихотворение поднимите руку я тоже писал одно стихотворение когда вот мы с моим женой поженились знаете я не обладаю поэтическим даром а псалмопевец давид это особый поэт который воспевал любовь божью мы наслаждаемся когда читаем его псалмы и ни одного ни одного песнопения или псалма о женщине своей своей жизни знаете как то так она странно и вот несколько уроков которые я хотел бы чтобы мы для себя могли взять и могли об этом подумать первое а что о чем всегда мы должны помнить брак по любви кто из вас по любви вступал брак поднимите руку все слава богу один враг был брат служитель беседует с молодыми молодого спрашивает любишь ее до спрашивает ее а ты любишь его нет он ее спрашивает а чё ж ты замуж выходишь а он меня убедил что его любви на нас двоих хватит знаете но как бы она не была брак по любви не гарантия что не придет разочарование в отношении брака в которой люди вступают брак по любви не гарантия вот здесь давид имел холла они имели все чтобы быть счастливыми чтобы действительно ну скажем о них бы могли бы воспевать самые лучшие песни в отношении того как хорошо может быть у людей в браке но возможно где то они были очарованы друг другом герои красавица а потом пришло разочарование многие вещи могли этому способствовать и как сказал один классик за всяким очарованием следует разочарование таков закон жизни вот когда игорь зианой проводили беседу и стояли братья рассказывали вот как что они знают о своих женах а жены что они знают о своих мужьях знаете когда молодые люди вступают брак или когда вы вступали брак вы много думали о желаниях того за кого вы выходили замуж или с кем вы на ком вы женились кто из вас до конца думал или провел опрос но вас уже научили вот современное поколение учат чтобы они знали насколько мужчина отличается от женщины насколько действительно могут быть самые разные желания знаете иногда бывает так что желания очень близкие но они по разному выражаются и это знаете является такой особой зоной возможно конфликта который придет к разочарованию я когда готовился к утка нашей беседе с вами нашел такую статью в интернете удовлетворение пяти потребностей в браке снижает риск измены до нуля это безусловно писали наверное люди неверующие я не следовал этого вопроса а потом они пишут какие вот желания у мужчины и женщины всего лишь пять и смотрите насколько они близки эти желания и насколько здесь действительно если друг друга не поймешь она может накапливаться 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 потом может быть взрыв вот посмотрите первое желание потребность в нежности как вы думаете у кого это у женщины потребность в сексе это первое такое знаете здесь и нежность и что-то такое как некоторые считают но не совсем нужная до вторая потребность потребность в общении это опять женщина и рядом у мужчины потребность напарники по отдыху и развлечения знаете мужчина любит когда женщина где-то пойдет вот с ним скажем на футбол или на рыбалку сходит или какое-то хобби есть у мужчины есть близко очень ну допустим третье потребность в искренности это тоже женщина чтобы мужчина был откровенным не было никаких тайн искренне был с ним а вот в этой же области у мужчины потребность созерцать рядом привлекательную женщину знаете я когда-то мало с молодежью беседу и проводил и одну картинку приводил им она такая одна но она в разных ракурсах по разному показывает женщина там такая картинка женщина на работе на и такая королева красоты ее переворачивали женщина дома такая бабуля какая-то ходит на эти мужчине хочется иметь привлекательную женщину рядом с собой четвертое потребность достаточном финансовом обеспечении каждая женщина хочет чтобы мужчина мог быть тем который добытчик своей семье и нет нужды финансах и рядом же у мужчины потребность комфортной обстановке он-то за это платит и поэтому должна быть это комфортная обстановка ну и пятое действительно вот последняя потребность хорошем отце для детей знаете иногда бывает так что недавно как раз читал сегодня буквально такое смс который получил муж тебе сегодня необходимо забрать сына из детского сада ps он тебе он тебе сам подойдет потому что иногда мужчина даже будет и не знает своего вот этого а у мужчины потребность похвали смотрите очень рядом очень близко но когда она не решается не понимается накапливается боль накапливаются какие-то такие моменты напряженности и потом может произойти какой-то взрыв который полностью разрушает взаимоотношения или во всяком случае не делает их лучше один человек так выразил процесс разочарования в отношениях сначала разочаровываемся крича то есть вас уже кричал на своего супруга поднимите руку давайте честно честно будем честными да скажите стыдно было когда первый раз это сделали стыдно было правда сами себя не узнавали даже наверное на себя и смотреть не хотели в этот момент затем следующий момент убеждая когда дали идут нескончаемые споры кто прав кто виноват затем безмолвно приспосабливаясь когда разочаровались в нем которого любили возможно еще любите а в конце разочарования в себе не получилось стать лучшей женой лучшим мужем да еще не исполнил волю божию потому что мы к тому призваны чтобы совершить свою миссию мужа и жены и получается потом душа израненная осколками иллюзий как сказал еще один классик но тем не менее брак по любви не гарантия что не придет разочарование и многие из вас своей жизни это уже испытывали некоторые испытают но мы сегодня для того чтобы даже если это где-то произойдет чтобы наша жизнь дальше продолжилась все таки было весьма хорошо как это замыслил наш творец наш господь который всегда нашей жизни для того чтобы помочь нам пройти трудные времена и в этом плане безусловно второй момент чтобы брак по любви состоялся за него надо бороться кто-то сказал я с ним полностью согласен брак это сад за которым нужно ухаживать иначе ничего кроме сорняка не вырастет всегда есть много разных факторов нашей жизни которые работают против нас плюс ко всему прочему то о чем мы редко с вами думаем и размышляем против нас идет духовная брань дьяволу абсолютно не не хочется чтобы у нас был тот брак как его замыслил господь чтобы у меня или у тебя получилось совершить миссию супруга миссию отца родителя по отношении своих детей он делает все чтобы семьи наши были разрушены потому что качество нашей жизни она или славит господа или бесславит его и в этом плане безусловно я думаю у вас примеры многие есть я вспоминаю друга своего петра фадеевича ткачука это пастор халисенбурга я у них не один раз ночевал в этой семье и они рассказывали историю про своих двух друзей неверующих они свое время эмигрировали в америку и это тяжелые девяностые годы были и когда они только только немножко устроились там жить звонят ему его друзья неверующие говорят пригласи нас в америку нам тут трудно тяжело мы хотели бы какой-то бизнес сделать может быть получится он им сделал приглашение и так получилось им открыли визу они приехали в америку и два месяца жили в их не семье занимались своим бизнесом а вот в конце уже своего так сказать перед тем как уезжать они попросили можно говорят с вами поговорить но петру фадеевич обращаются к его жене и говорят ну конечно и вот они говорят садимся мы и мы смотрим не такие озабоченные лица у этих его друзей и они спрашивают вот мы два месяца жили у вас и наблюдали за вами скажите его то как вы жили это вы жили так потому что мы у вас то есть они думали что вот на два месяца эти люди надели маски держали себя на эти так ну хорошо чтобы нигде никак не так сказать проколоться что что-то какие-то проблемы есть и у брата с сестрой появилась возможность им засвидетельствовать о христе интересно что оба они приехал сюда потом но они из казахстана сами приехал туда себе на родину оба стали христианами оба сегодня являются служителями божьими и у обоих хорошие семьи и вот если об этом говорить принципе мы можем говорить о факторах которые действительно там где происходит битва сражения прежде всего это фактор близких в писании говорит что молодые люди должны отделяться то есть становиться одним целым отделяться от своих родителей вот здесь не произошел фактор отделения если мы читаем с вами дальше как происходит их не жизнь отец милхол и саул постоянно вмешивался в их нею жизнь и знаете до определенного как бы момента милхола имела силы и боролась за своего мужа и не давала возможности разрушить их не брак но это было до определенного момента я прочитаю вот некоторые тексты 1 царств 19 глава 11 стих и послал саул слух в дом к давиду чтобы стеречь его и убить его до утра и сказала давиду милхола жена его если ты не спасешь души твоей в эту ночь то завтра будешь убит она спасает своего мужа дальше когда мы читаем 25 главе это уже как бы завершение таких особый деяний саула по отношению этой семьи когда он выдает свою дочь за другого человека со уже отдал дочь свою милхолу жену давидову фалтию сыну лаиша что из галима ну безусловно большинство из вас уже в возрасте казалось бы но фактор близких родителей уже не так он должен играть роль какую-то значимую возможно те раны которые у вас где-то были причиненные процессе вашей жизни они из-за того что где-то не было этого отделения возможно у молодых пар сегодня есть вот этот момент что может быть действительно именно и в этой сфере жизни наносятся вот эти раны я недавно сочетовал одну молодую пару как недавно наверно месяца четыре назад и недавно отец этого парня звонит мне говорит поговорить с ними в чем там у них проблема думаю четыре месяца прошло еще медовый год идет как бы не таких там проблем а у них стоит вопрос буквально то что они расстанутся и вопрос упирается в родителей жены которые неразумно себя ведут по отношению этой молодой семьи когда они пытаются устанавливать свои правила девушка слушает своих родителей и она когда если выбор делать то она готова делать выбор не в пользу своего мужа а в пользу своих родителей в одном университете делали большом университете в американском делали опрос среди 500 пар семейных и попросили их ну как бы обозначить несколько пунктов которые особо работают против ихнего брака и числе тройка призеров я не помню там на каком месте или на первом или на втором это как фактор близких фактор родителей это как бы один момент следующий момент это фактор времени это особый фактор времени который и у нас с вами может присутствовать когда мы читаем но я прочитал что вот давиду пришлось убегать и спустилась милхола до мил и спустила милхола давида из окна и он пошел и убежал и спасся но так легко это прочитать но если войти в ситуацию вот этой женщины этого мужчины это долгая разлука неизвестно насколько времени здесь получается что вот эти обстоятельства жизни стиль жизни способствовал тому что они долгое время были далеки друг от друга то есть это было особое время одиночества когда тот человек которого ты полюбил с которым ты связал свою жизнь он отсутствует это отсутствующий муж это отсутствующая жена это то что сегодня часто происходит я был одной церкви американской такая церковь наверное как наша с вами по количеству членов церкви семьи такие знаете возраста такого зрелого как раз самой самой такой и трудиться и работать и детей растить и там 60 братьев 60 братьев работают на траках это они занимаются междугородними перевозками то есть это целую неделю их нет дома целую неделю их нет дома несколько лет назад я с друзьями проводил участвовал служение сердца для сирот молдавии там другая проблема там мама уезжает на заработки и отцы и матери и они где-то в разных местах и долгое долгое время их нет это вот это особое время когда знаете слишком много разных искушений и это время когда могут появляться новые люди жизни наших близких когда они очень далеки от нас здесь может быть работой знаете принцип искушения как мы читаем в отношении нашего господа иисуса христа а по прошествии их напоследок залкал помните эту ситуацию до 40 где он в пустыне был искушаем потом и в этом плане когда вот мы далеко это и нужда в том чтобы кто-то был рядом чтобы было тепло иютно душе наши с вами это и проблема удовлетворения в интимной сфере что только в браке определено господом это и нужда в защите когда ты нуждающий в этой защите и это тот момент когда знаете любой человек который может тебе дать какое-то хотя бы тепло может восприниматься тобой абсолютно не в том свете когда твой близкий очень далеко от тебя это особый вот момент фактор времени и это тот момент который многие из вас испытывают из-за того что много работы много работы много работы и не так часто вы рядом друг с другом вот как сегодня когда вы пришли на это общение это также вопрос качество отношений качество отношений но безусловно на них конкретно здесь влияли вот эти моменты что они далеко слишком были друг от друга но долгое время они были далеки друг от друга для того чтобы созидать свой брак жизнь в разлуке много новых людей появлялось в их не жизни и когда наконец вернули милхолу давиду это тоже особая история когда ее возвращают когда ее забирают от того другого человека за которого выдал замуж ее отец вы знаете но по идее должно было бы быть не так вот мы читаем и отправил давид послок его сфею сыну саулову сказать отдай жену мою милхолу которую я получил там за сто краебрезаний филистинских отдали отдали милхолу но абсолютно никаких эмоций когда они встречаются ну когда мы друг друг друга с близким своим не виделись да вот он заходит или там вы ждете в аэропорту его где-то там объятия радость слезы воскресания много много разных эмоций положительных здесь никаких эмоций нет абсолютно мы нигде их не видим дальше когда мы читаем мы можем видеть что они стали как бы чужими людьми милхолу начинает презирать сердце своем того кого когда-то она любила из-за которого она рисковала даже своей жизнью она говорит ему очень резкие слова которые обижают его которые задевают его самые сокровенные как бы чувствования которые он испытывает в этот момент давид со своей стороны не проявляет абсолютно никакой чуткости и любви потому что в тот момент милхола она была человеком у которой было обнажено все она очень нуждалась в утешении ободрение наставление она потеряла всех своих близких самые близкие вот он давид в этот момент но у него не хватило вот этой мудрости вот именно по отношению ее построить какие-то мостики любви или мостики общения с той которая отдала ему свою юность недавно я на глаза мне попался попало стихотворение написала одна поэтесса как бы стихотворение от лица милхолы и там такие слова есть мы встретились опять хотя уже о встрече не грезились давно давно не ты не я мы можем вспоминать вести о прошлом речи но где твоя любовь и где любовь моя что было то прошло хотя прошло не скоро мы встретили других и их смогли любить и ты не тот давид и я не так милхола то есть это время работала против отношения и у них получилась не духовной не телесной не душевной близости ни на каком уровне не случилось далее следующий момент это разрыв разное духовное состояние как следствие отдельной друг от друга жизни давид безусловно прошел особый такой путь свой трудный тяжелый об этом псалмы много говорят об этом мы читаем книги царств и он стал духовным гигантом если можно так о нем выразиться а милхола она была далека от всего этого и мы даже не знаем какие взаимоотношения с богом были насколько она близка была с ним вот в разных ситуациях своей жизни но когда вот особый момент переживает давид народ израиля мы видим что абсолютно милхола в этом в этом плане даже никаких моментов таких особых не переживает в этом плане и знаете вот близкие факторы времени качество отношений разное духовное состояние это то что может работать против брака который даже если по любви я когда сочетаю у меня всегда есть переживания за молодых людей потому что особенно последний фактор он очень ярко выражается когда молодые люди молятся вы когда вы не обращали внимание на молитвы молодого человека и девушки как вы бы оценили у кого более осознанная молитва и такая более духовная девушек у девушек чаще всего у ребят бывает но чаще всего девчат и когда потом приходишь в семьи там нет вот это и знаете духовные духовного лидерства именно мужчины когда жены подталкивают ну почитай там с детьми библию но помолись с нами со всеми знаете вот нет такого лидерства духовного которого призван мужчина именно в своей семье а это особая сфера которая работает против семьи разрушает абсолютно семью ну и наверное если бы мы решали свой вопрос относительно брака и нам представили историю давида и мелхолы а вначале мы прочитали чтобы было весьма хорошо я имею ввиду бытие мы читаем мы бы испытали полное разочарование о том что дано было богом чтобы было весьма хорошо но их ошибки могут быть благословением для нас как написано что написано нам наставление чтобы мы терпением и тишением из писаний сохраняли надежду и в этом плане третий такой момент сохраняйте надежду помня что брак по любви за который борются может состояться даже пройдя через разочарование разочарование друзья это реальность нашей жизни кто из вас испытывал разочарование о своем браке поднимите руку мало сильные люди очень сильные я испытывал разочарование не так часто может быть но были такие моменты потому что два несовершенных человека соединяется в одно чтобы создать весьма хорошо и так это сложно иногда получается но тем не менее что мы здесь какие сферы борьбы прежде всего отделитесь от своих родителей знаете исполнить заповеданное господом и в этом отношении знаете даже вот эти родители не только родители близкие друзья знакомые сегодня немножко об этом говорилось когда игорь комментировал когда мы должны закрыть свои уши если нам наговаривать на нашего супруга когда мы должны держать на замке свои уста перед родными и близкими в отношении возможных наших разочарований в своем супруге нет совершенных людей и вы тоже несовершенные но мы вдвоем когда в браке мы призваны помогать друг другу быть совершенными хотя это бывает больно хотя бывает тяжело я знаю что самым большим моим таким знаете критиком является моя жена я когда-то и сказал воля я вот так уже мне это достало своими вот этими разными критическими замечаниями она лет так а кто тебе еще скажет а я тебя люблю я хочу чтобы ты лучше был в этом плане но это мы друг с друга но остальным людям мы должны ставить границы и должны себе ставить границы когда общаемся с другими какую информацию мы несем в отношении своего супруга в этом плане находить время друг для друга если его немного использовать его как-то знаете очень эффективно какую-то романтику создавать вот сегодня друзья какой-то степени создали атмосферу романтики они хотят создать праздник для нас с вами и у них это получилось так красиво там пища заставлена свет особый тут горит я знаю что однажды меня попросили беседу провести романтики в боерке можно было бы их не церкви провести а я их пригласил себе домой знаете почему потому что у меня в зале камин есть я его не фейк камин не фейковый а настоящий дрова заложил включил его чтобы он горел там потрескал огонь и вот они пришли знаете мне особо и беседовать то не надо было потому что некоторые из никогда не сидели у камина и вот просто посидеть у камину со своим супругом прижавшись друг к другу ощущает тепло это тем более зимой было это единственная теплая комната была в нашем доме потому что горел вот этот камин действительно для них это романтика получилось пару слов там я еще может быть о ней сказал но в этом плане безусловно нам не стоит копировать кого-то а создавать свою такую романтику чтобы находить время друг для друга понимание что мы особые подарки друг друг друга далее в этом плане безусловно общаться друг с другом когда мы можем говорить друг другу насколько мы ценные когда мы можем вместе плакать вместе радоваться это тот момент когда мы можем друг другу помогать исцелять те раны, которые, может быть, перед этим нанесли друг другу. Безусловно, мы должны и прощением заниматься. Игорь попросил вас пять раз там, пять написать, да, по пять пунктов, где вы хотели бы попросить прощения. А есть другой момент, когда можно было бы раздать вам вот эти вот бумажечки и попросить вас написать хотя бы там, ну, пять или десять, за что вам необходимо простить его. Или простить ее. И вот некоторые авторы говорят, напишите десять и девять простите. Останется всего один, который надо будет потом простить. Ну, это в следующий раз, наверное, в этом плане. И, безусловно, в этом отношении это вопрос, когда, знаете, бывают моменты, когда жена хочет поговорить, а муж не хочет. Я вспоминаю своего отца. Он был неверующий человек, и мама моя тоже была неверующая. и мне рассказывали, что вот он очень хотел, чтобы жена поговорила с ним, а она не хотела с ним говорить, потому что была обижена на него. И у них не получались вот эти отношения. Знаете, общаться друг с другом, просто поговорить, сказать хорошие, добрые слова. Когда последний раз дарил цветы? А когда ты последний раз говорил своей жене, что ты ее любишь? Вот это был бы вопрос на засыпку. Как один сказал, ну, я же тебе сказал в самом начале, когда был брак. Зачем еще повторять, знаете? Ну, и, безусловно, служить друг другу. Служить друг другу, это когда мы понимаем, вот перед моей проповедью был крест. Это сюжет из фильма, который многие из вас видели. прийти ко Христу. В принципе, брак — это посвящение на любовь. Но это посвящение на любовь, которая отдает, которая служит. И кто-то мудро заметил, когда мы говорим о том, чтобы служить друг другу, когда в крепкую семью вдруг приходит беда, там не говорят, это из-за тебя. Там говорят, я с тобой, и это главные слова семейной жизни. Здесь бы как бы несколько таких, ну, пять хотя бы правил. Очень простые правила. Спрашивайте у супруга, как у него прошел день. Вот, мужики, вы приходите домой и спрашиваете у своей жены, ну, как у тебя прошел день? Кто из вас, сестры, домохозяйки, ну, на работу не ходите? А у вас Игорь, да? Вот интересно, когда-нибудь ваши мужья спрашивают у вас и выслушивают ли, как у вас прошел день? Он приходит, ему сегодня говорили, израненный приполз. Там устал. А она, наверное, дома ничем не занималась, только сидела и ждала, когда же он приползел. Так она получается. Наверное, она свои какие-то ответственности имела. Когда читаешь 31 главу притч, это такой портрет добродетельной жены, то она полностью с утра до вечера, действительно, как Саша сказал, она рано, весьма рано встает. А они так говорили, ну, а когда она ложится, не могли сказать. А она весьма поздно ложится. Как правило, жены первыми встают и последними ложатся. И вот насколько мы интересуемся жизнью друг друга, спрашиваю ли я, как, дорогая, у тебя прошел день. Я имел такую беседу в Турции, в турецкой церкви. И этот вопрос я задал, ну, перевел переводчик, а у них же совсем абсолютно другая культура. Выходит пастор на кафедру и говорит, ну, что, говорит, мужики, кто у своих жен что-то спрашивает? А у них вообще это не принято. У них немножко другое отношение к женам, даже в христианских семьях таких, знаете. Это первый момент. Всегда целуйте его во время встречи и прощания. Кто из вас целуется, когда расстается утром? И когда приходят вечером? Ага, хорошо. Знаете, это очень интересно, чтобы дети видели ваш поцелуй. Это тоже для них свидетельство вашей любви. А кто из вас, это третий момент, пишите в течение дня друг другу хотя бы смс. Конечно, письма лучше. У меня тоже есть письма, потому что, когда, получается, мы с Олей поженились, Андрюха у нас появился, там, Вера, и я их обычно на целое лето в Измаил, они уезжали, потому что там жили родители, Олины, а я оставался в Киеве, мне было одиноко, я ей писал письма. И у нас эти письма сохранены. Вот такая пачка моих писем. Моя жена тоже писала письма, но ее что-то вот столечко писем в этом плане. Но знаете, если бы я писал бы сегодня ей смс-ки, ну, однажды я получил смс-ки, тоже я был в Америке долго, и вдруг начал ей смс-ки приходить в этом Вайбере, и такие картинки красивые, знаете, такие чмоки вот эти вот, там такие есть. Я думаю, неужели это моя жена проснулась, вспомнила она мне. Ну, потом я выяснил, что это или Кирилл, или Миша научился пользоваться Вайбером, и начали мне высылать такое, знаете. Но тем не менее, напишите своему супругу пару слов добрых, хороших, я люблю тебя, я помню тебя, я жду тебя, я так соскучился по тебе, или что-то подобного плана. Разговаривайте хотя бы 5 минут в день друг с другом. Хотя бы 5 минут поговорить. Это немного. Но в нашей такой жизни, где так много мы задействованы, и где, ну, просто времени катастрофически не хватает, 5 минут это свое богатство, которое можем посвятить друг другу, и оно будет работать в пользу нашу. Ну, и еще такой очень важный, знаете, элемент, обнимитесь хотя бы на 30 секунд. Так, я засеку время. На 30 секунд. 30 секунд, так. Попробуйте 30 секунд. Продержитесь. Продержитесь, да. Продержитесь. Не отпускайте друг друга. Еще осталось 15 секунд. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Достаточно. Скажите, вам хорошо стало? Да. Знаете, физические прикосновения, это не только секс. Физические прикосновения, это особое наше участие в жизни близкого человека. И объятия, они дают возможность передать хотя бы чуть-чуть своего тепла другому человеку, для того, чтобы ему сразу стало лучше. Через это он понимает, что он не один в этом мире. А есть те, которые его любят, которые ценят, и для которых ты дорог, когда это происходит. Служите друг другу. Ну и, безусловно, самый один из таких важных факторов созидайтесь как духовная семья. Переживайте за духовное состояние вашей семьи. Братья, особенно для вас, вы лидеры, вы священники в доме своем, должны быть. Знаете, мои дети, они когда-то были для меня тем побудительным мотивом, чтобы я пересмотрел график свой. Ну, действительно, многие, особенно, кто занят в служении. Вот на Болоне я был каждый день, когда был ответственным пресс-фитером. Сюда приезжал. Каждый вечер что-то происходило. Потом, когда на братство я ушел, там еще больше появилось различных ответственностей. И опять же, знаете, и однажды ко мне Коля подошел, говорит, папа, а когда у нас в доме будет то, чему ты всех учишь? Я говорю, а что именно? Ну, чтобы у нас домашний разбор был, семейная молитва была. Я говорю, ну, я подумаю. И потом он говорит мне ключевую фразу. Говорит, папа, если ты нас не наставишь, кто нас наставит? Знаете, эта фраза, это как, наверное, ослица проговорила когда-то пророку, так мой сын проговорил малый ко мне. И, знаете, я пересмотрел все свои планы. И у нас вторник оказался днем семейным, когда я никуда не... Это только крайний случай, если похороны какие-то, или какая-то дальняя поездка. А так всегда они знали, что у нас вторник это день, когда я доступен целый день для них. с утра до вечера. Мы разбирали вместе слово, мы вместе молились, потом было предложено им, если они хотят, иметь личную беседу со мной. Сначала я решил им установить очередь, знаете, в эту среду один, в следующую среду второй. А они потом подходили и говорили, папа, а можно без очереди? А можно без очереди? Знаете, они побудили. Но это тот момент, знаете, который так важен для нас с вами, чтобы в нашем доме было духовное созидание, чтобы мы вместе читали, вместе молились, вместе приносили Богу свои слезы. Это особые моменты, которые действительно созидают семью и дают исцеление от всех тех моментов в жизни, которые, может быть, причинили до этого боль. Ну и, безусловно, еще очень важный такой момент, есть 7 правил честной борьбы. Знаете, хотим мы этого или нет, но мы иногда боремся друг с другом в нашем браке. И вот послание к Ефесянам, 4 главе, с 25 стиха, есть такое особое наставление для нас правила честной борьбы. С 25 стиха я прочитаю. «Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе да назидание вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот здесь несколько таких моментов, которые, ну, нет лжи. Не должно быть лжи между супругами, должна быть правда, должно быть доверие. Это формирует доверие. Нет никакому гневу. Это то, что вот действительно иногда бывает так, что разные обстоятельства подталкивают, ну, начинают гневно говорить, грязно говорить, ну, дерзко говорить с самым близким, дорогим человеком. Это то, что абсолютно разрушает отношения. Если где-то тебя, ну, вдохновление такое ненужное посещает, так говорить, ну, задержи дыхание. Может быть, воды в рот набери, чтобы больше не произошло то, что обычно происходит. Не должно этого быть, так говорит Писание. Нет воровству. О воровстве говорили, это о честном имени прежде всего говорится. Когда ты кому-то рассказываешь, какой он, а он не такой. Сегодня мы слышали утром, проповедь была, Павел Андреевич проповедовал, что в каждом человеке есть доброе что-то. А Бог нам с вами дал самого лучшего, который был у него именно для тебя. Это самый лучший человек. И самое лучшее о нем мы должны говорить и не должны говорить чего-то негативного и плохого кому-либо. Нет оскорблений. Это то, о чем я уже говорил. А вот то, чему надо сказать, да, да, доброте, которую мы должны делать, до состраданию и до прощения. Мы нуждаемся каждый, чтобы к нам по-доброму относились, чтобы было сострадание по отношению нас и чтобы было в этом плане прощение. Ну и безусловно, в этом плане могут быть особые моменты, где мы можем утверждаться с вами. В 1 Коринфянам 10 главе в 13 стихе написаны такие слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Наша ситуация абсолютно под Божьим контролем. И Господь нам дает источники, где мы можем укрепить свои силы для того, чтобы поправить наш брак, чтобы выдержать эти испытания, которые проходят, выйти из тех кризисов, которые нас посещают. И в этом плане, несмотря на уникальность вас, вашей ситуации, которую вы переживаете, они похожие, но они уникальны, потому что вы уникальны, их два человека. Вашего опыта, опыт многих других может помочь вам. И где можно найти вот эти источники? В этом плане, безусловно, Библия. Это самая лучшая книга по супружеству. Я прочитал просто историю одной семейной пары. Они не вышли из кризиса. Там другая ситуация была, там другие обстоятельства были, некоторые вещи были нарушены, которые нельзя уже было поправить. Там много чего не так было, но эта история дана для нас, которые в другом живут в времени, но которые могут научаться, чтобы не повторить ошибок, которые привели к ихнему вот этому браку, который разрушился. Но есть и другие браки, которые там представлены для нас, принципы христианской жизни. Господь учит через свое слово. Действительно, раз он задумал этот брак, и он дал книгу нам, вот читайте, насыщайтесь и назидайтесь из нее, и учитесь из нее. Книги о браке. Сегодня очень много разных книг, интересных книг, которые готовят к браку, сопровождают брак, помогают выходить из кризисов. Одна из моих самых любимых книг о браке, это 25 удивительных браков. Кто из вас читал ее? Некоторые читали. Знаете, я когда-то было пару лет дарил молодым, я обычно когда сочитываю, я даю Библию и еще какую-то книгу. И вот вторая книга, которую я дарил, это было 25 удивительных браков. Это истории о тех, кто прошел перед нами или проходит параллельно с нами, верующие люди, которые свои переживания имеют, но которые проходят в этих переживаниях вместе, созидаются как семьи и славят Бога. В этом плане также беседы с другими семейными парами. Вот 39 лет. 39 лет вместе. Это немало. Возможно, некоторые из нас до такого и не достигнут срока, 39 лет вместе быть. Есть пары, которые 50 лет вместе. Недавно я читал об одних старичках. Они, по-моему, 77 лет вместе были. Умерли в один и тот же день, держась за руки. Держась за руки. Я думаю, с ними было бы интересно побеседовать. Что им помогло 97 лет вместе быть. В этом плане не стесняйтесь подходить и беседовать. Это также консультация с пастором. Не бойтесь пасторов. Они здесь для того, чтобы помогать. Знаю ни одну семью, у которых такие процессы происходили, когда возникали проблемы. Одна семья была. Я знаю, что у них возникла проблема. Сначала хотела молодая жена позвать пастора. Муж не хотел, чтобы приходил пастор. его мужское соболюбие наверное, мнение о себе пострадало бы, если бы я пришел беседовать. Потом пришло время, он уже хотел меня пригласить, а она уже не хотела пригласить меня. Потому что она уже не видела смысла в какой-либо беседе. Пастора для того, чтобы помогать, для того, чтобы помочь вам пройти трудные времена. Бог дает им мудрость, разумение в этих беседах. Я часто участвую в разных беседах. Иногда беседуешь, но братья вот раз такой совет дают. Думаю, ну вообще, никогда бы в жизни не подумал, что вот такой может совет быть, и он сработает где-то. А он сработает в этом отношении. Ну и еще очень важно, раньше это было сокрыто, нам с вами открыто. Это особое положение нашего с вами брака, брака во Христе. Потому что мы с вами являемся христианами и написано в Священном Писании «Посему оставит человека отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одноплодь, тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Мы с вами представляем отношения Христа и Церкви для этого мира. В какой-то степени каждый из наших браков это благовестие для этого погибающего мира. И в этом отношении у каждого есть своя ответственность. Любовь жертвенная мужа, так написано «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Смотрите, больше не требуется, но и не меньше. Этой любовью мы живем, и этой любовью мы призваны с вами давать своим супругам. Это также жена, которая за мужем в любви. Так написано «Жены, повинуйте своим мужьям как Господу». «Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Необходимо женам смириться, что не она глава, а он глава, а ты помощница. Но я вам открою секрет. Слово помощник в Библии имеет значение, что это тот, который сильнее того, кому он помогает. Поняли мысль, да? Так что вы очень сильные, хотя вас называют немощнейшими сосудами, но вы очень сильные немощнейшие сосуды в этом отношении, даже сильнее, но вы призваны тому, чтобы помогать своему мужу стать сильнее, как те, которые поддерживают. Верность абсолютная, абсолютная верность. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отреться не может. Ну и безусловно союз навсегда. Союз навсегда. Так написано, не оставлю вас сиротами, так сказал Господь, и он всегда с нами, обрученный нам, и он каждого из нас ведет на брачную вечерю, которая будет там на небесах. Итак, друзья, подходя к концу, знаете, разочарование в отношении брака, оно может прийти и придет, но мы можем быть победителями над ним, ибо с нами тот, который создал брак для блага, чтобы и в этом его имя могло славиться, и он не оставляет своих попыток вылепить из нас нечто потрясающее и значительное. Но для этого необходимо напрягаться, для этого необходимо сражаться. И я хотел бы в заключении своего слова прочитать один рассказ, история о несостоявшемся разводе. Домой я пришел к ужину, его в тот вечер готовила моя жена. Я хотел поговорить с ней, разговор предстоял мне простой, и я начал с фразой «Мне нужно кое-что тебе сказать». Она не стала ничего отвечать и переключилась на готовку. Я в очередной раз увидел боль в ее глазах. Мне нужно было дальше как-то продолжать разговор, и я выпалил, что нам нужно развестись. Она только спросила «Почему?» Я не смог ответить, избегая этот вопрос. Тогда она разозлилась, устроила истерику, начала бросать в меня все то, что попадало под руку. «Ты не мужчина!» выкрепила она. Больше говорить было не о чем. Я пошел спать, долго не мог заснуть и слышал как она плакала. Мне было сложно объяснить ей, что произошло с нашим браком. Я не знал, что ей ответить. Как можно сказать ей, что я не люблю ее уже давно? Из чувств осталось лишь жалость, а я отдал свое сердце Джейн. Это другая женщина. На следующий день я подготовил все документы для развода и на раздел имущества. Жене я оставлял дом, машину, 30 акций моего бизнеса. Однако она усмехнулась, разорвала документы и сказала, что ей от меня ничего не надо. Тут у меня к сожалению обрыв. хорошо. Там получается так, что она в принципе взяла как бы попросила небольшое время для своих условий для развода. И вот в этот день домой я пришел поздно, не стал ужинать и сразу лег в постель. Она сидела за столом и что-то писала. Я проснулся среди ночи, жена все еще писала, сидя за письменным столом. Мне было все равно, что она делает, так как больше близости душ с ней я не чувствовал. Утром она сказала мне, что у нее есть свои условия развода. Она настаивала на сохранение добрых отношений, настолько, насколько нас хватит. Ее аргумент был очень убедительным. Через месяц у нашего сына были экзамены в школе. Она считала, что такие новости взбудоражат его нервную систему. С ней сложно было не согласиться. Второе условие жены показалось мне глупым. Она хотела, чтобы на протяжении месяца каждое утро я выносил ее из спальни на руках и нес до крыльца, как напоминание о том, как после свадьбы я внес ее в свой дом. Спорить я не стал, мне было все равно. На работе я рассказал об этой просьбе Джейн, своей подруге новой, на что она с сарказмом отметила, что это жалкие попытки моей жены манипулировать мной с целью вернуть меня в семью. Когда в первый день я взял свою жену на руки почувствовал себя неловко, мы стали чужими друг другу. Наш сын увидел нас и радостно запрыгал вокруг. Папа носит маму на руках. И жена тихо сказала мне, не говори ему ничего. Возле входной двери я поставил супругу на пол, откуда она пошла к автобусной остановке. Во второй день все получилось более естественно. Я с удивлением для себя отметил, что раньше и не замечал мелкие морщинки на ее лице и несколько между нами возникла маленькая искорка. И с каждым днем эта искорка разрасталась. А еще я с удивлением заметил, что жена становится все легче и легче для меня. Я не стал ничего говорить Джейн. Когда в последний день я собирался взять на руки свою жену, то нашел ее возле шкафа. Она сокрушалась, что очень похудела за последнее время. Она правда похудела, очень похудела. Неужели она так переживает за наши отношения? В комнату вошел наш сын и спросил когда папа понесет маму на руках. Он воспринимал это как традицию. Я взял ее на руки чувствуя себя точь в точь как в день нашей свадьбы. Это невероятно. Она легонько обнимала меня за шею. Единственное что не давало мне покоя это ее вес. Тогда я поставил жену на пол схватил ключи от машины и прилетел на работу. Встретив Джен я сказал ей что не хочу разводиться с женой. Что наши чувства остыли лишь потому что мы перестали уделять внимание друг другу. Джен влепила мне пощечину и с лужах убежала. А я понимал что скорее хочу убедить свою жену. Я выскочил из офиса в ближайшем цветочном магазине купил самый красивый букет и когда продавец поинтересовался какую сделать надпись на карточке я ответил для меня будет счастье носить тебя на руках до самой смерти. Я приехал домой с легким сердцем и улыбкой на губах. Я поднялся по лестнице и бежал в спальню. Жена лежала на кровати. Она была мертва. Уже позже я узнал, что она мужественно боролась с раком последние несколько месяцев. Но она не стала ничего говорить нет, да я ничего не видел, поскольку был занят своими отношениями с Жей. Моя жена была удивительно мудрая женщина. Чтобы я не стал монстром в глазах сына из-за развода, она и придумала все эти бракоразводные условия. Знаете, это особая история, это реальная история обновляться, когда начали служить друг другу. Знаете, пока мы на пути жизни, какая ситуация у вас в браке не была. Может быть сегодня, вы только сегодня здесь сидите вместе рядом. Когда придете домой, вы разойдетесь по своим комнатам. Возможно, у вас уже давно не было интимных отношений. Возможно, вы давно уже не хотите смотреть друг на друга. Возможно, вы даже боитесь выходить отсюда, потому что опять какие-то будут речи друг по отношению друга, которые будут обижать, оскорблять, колоть вас. Знаете, пока мы здесь, мы сегодня учимся. Мы учимся от Господа, который замыслил брак для того, чтобы вам было весьма хорошо в этом браке. Для того, чтобы это было, надо просто вернуться к тем первым дням, которые были у вас, когда вы действительно готовы были на руках друг друга носить, когда вы приносили друг друга Господу, когда вы поддерживали руки друг друга, когда переживали, когда служили, значит опять служить. А мы призваны к жизни, которая посвящена отдавать себя самому близкому человеку. Это любовь, любовь Агапи, без которой наша жизнь никакого смысла не имеет. Ни один из нас не знает, когда отойдется от этой земли. Николай Константинович Величко очень переживал когда особое его переживание было, когда Людмила Григорьевна умерла, что он не мог даже с ней поговорить. А поговорить не мог, потому что не думал ни она, ни он, что она вот в этот вечер отойдет в вечность. Или не вечер, а когда они вернулись в собрание. Она была активна. Вот Господь это время определил для нее, и они не смогли побеседовать. Мы можем сегодня говорить друг с другом. Мы можем что-то поправлять во славу Господа для благословения наших душ, для благословения наших детей. Раненый брак, он может быть, но он может быть исцелен, потому что с нами тот, который может дать силы. Он не один раз исцелял нас с вами, и исцеляя нас, он дает надежду, что может быть исцелен и наш брак. Аминь. Давайте мы встанем, и я помолюсь, чтобы Господь благословения нас.